Календарь автомобильной истории Мы вспоминаем, какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано, происходили много лет назад, ну а может быть и совсем недавно. Итак, сегодня вспоминаем события 8 апреля. 8 апреля 1885 года в Рочестере, что в штате Нью-Йорк, родилась Бланш Стюарт Скотт. В 1910 году она стала второй женщиной после Элис Хайлер Рэмси, которая пересекла Соединенные Штаты на автомобиле от побережья и до побережья, и первой, проехавшей на запад от Нью-Йорка до Сан-Франциско, что в штате Калифорния. Для тех лет это даже для мужчины был большой подвиг. 8 апреля 1908 года компания Daimler Motor & Geiselshaft начала выпуск новой модели Mercedes 35 HP. Это был первый автомобиль компании, оснащенный карданным валом. 8 апреля 1910 года состоялась первая в Америке автогонка на мотодроме Лос-Анджелес Мотодром. Выступали лучшие на тот момент автогонщики мира – Барни Олдфилд, Ральф де Пальма, Льюис Стрэнг, Рэй Хэроун. Лос-Анджелес Мотодром – первый автодром с деревянным покрытием. 8 апреля 1959 года постановлением Совета Министров СССР плавающий транспортер ЗИЛ-135 использован в качестве базы под пусковую установку 2П-21 ракетного комплекса «Луна». 8 апреля 2000 года перед московским цирком на Цветном бульваре открыт бронзовый памятник Юрию Никулину. Скульптор Александр Рукавишников изобразил актера выходящим из машины, в которой Никулин снимался в фильме «Кавказская пленница». Это Адлер – первый германский переднеприводный автомобиль. В этот день, в 2013 году, в музее «Триенале» в Милане состоялась закрытая премьера концептуального компактного электрокара «Твин Зет» производства компании «Рено». В разработке новинки участвовал валийский архитектор, известный дизайнер интерьеров «Рос Лавгроув». Заднеприводный «Твин Зет» оснащен электрическим двигателем, расположенным в задней части машины, который питался от 4-х литий-ионных батарей. Ну, кто-то электрокары представляет, а кто-то их реально делает. 8 апреля 2014 года с конвейера компании «СААП» в шведском городе Трольхетан сошли первые автомобили «СААП-9-3» с электрической силовой установкой. Пилотная партия электрокаров в количестве 200 машин экспортирована в Китай для участия в государственной испытательной программе в городе Циндао. Однако уже в августе у компании вновь начнутся финансовые проблемы и производство в Швеции запущено не будет. Но спустя три года китайцы построят завод у себя на родине и будут выпускать электромобили на основе старых «СААПов». Правда, без воспользовательности использования марки «СААП». Это право у них отобрали. 8 апреля 2015 года европейский завод в Словакии в городе Жилино компании «Кия Моторс Корпорейшн» выпустил двухмиллионный экземпляр «Кия». Юбилейный автомобиль – белый «Кия» ProSeed GT. Ну а на сегодня все. Завтра ждет нас новый день и новая серия нашего проекта «Календарь автомобильной истории». Каждый день ровно в 8 вечера на нашем YouTube-канале смотрите свежий выпуск «Календаря». Подписывайтесь на канал, так вы не пропустите ни одной новой серии. Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео. Будет замечательно, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok